Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на очередном выпуске Диалога Фрут Ньюс. И сегодня мы говорим про все, что у нас происходит с ягодными хозяйствами и с ягодной отраслью. И говорим мы об этом с руководителем одного из крупнейших и точно старейшего хозяйства, которое выращивает ягодные хозяйства, с Павлом Николаевичем Гродининым и Зоей Ивановной Целыковской, директором по производству Зам. Директором по производству Зам. Директором по производству, простите, пожалуйста. Давайте поговорим о том, что же у нас происходит с ягодной отраслью, какие изменения происходят. Ну и начнем, наверное, с того, что происходит в вашем хозяйстве. Первый вопрос, который я хотела бы задать. Прошлые два года оказались очень сложными, особенно прошлый год, насколько я понимаю, в связи с тем, что совершенно не хватало рабочих рук. В этом году ситуация выправляется. Как вы чувствуете, что меняется, что происходит? У нас каждый год это новые вызовы, как говорят у нас. В прошлом году, если помните, на комит наложилось еще огромное, такой очень сильный жанр в московской области. И люди, даже если бы хотели прийти на сключи, а мы же принимаем сключи на работу за процент от сбора, 10% получают. Это мы в прошлом году не просто не пришли, а проблемы с рабочей силой, которая приезжает из-за рубежа, они были очевидны. И понятно, что, к сожалению, мы не можем столько денег платить, сколько, скажем так, строителей платим. А у нас тут регион, в котором строительство очень сильно развивается. Плюс к этому еще и проблемы, связанные с проездом через, тогда помните, были очень большие, высокие цены на билеты. Долететь было из Пакистана в Пакистанбургске невозможно. Плюс проблемы, связанные с въездом именно из-за ковида. Все сложилось в том, что мы просто даже произведенную продукцию не смогли собрать. Ягоды остались в поле и достаточно много. И это был такой для нас провальный год, когда мы очень мало собрали. Плюс еще к этому у нас были проблемы, связанные с организацией продаж. В ковид это были особые условия, помните, там не везде можно было продавать, там было маски. И в 36-градусное жаре обстоятельства было с продавцами, которые должны были стоять на Санцепёке и продавать ягоды. Да и народ, в общем, это такой очень тяжелый был год. Мы надеемся, что в этом году лучше, по крайней мере. Сейчас, в начале сбора, мы вот сколько, 5 дней забираем. Пока работников хватает. И москвичей был желающим, хотя температура тоже не самая низкая, то есть 26-28 градусов. Я вижу, по соцсетям вы даже ограничиваете по количеству сборщиков. Да, но пока нет. Тут есть другая проблема. Зоя Ивановна, она о ней лучше расскажет. Зименькая цветла не так, как хотелось бы. И виды вырожая, которые мы в общем строили, оказались несколько, ну скажем так, неблагополучными сейчас. И теперь наша задача собрать все ягоды, которые созреют, чтобы ничего не потерять. Да, последние ягоды, это не врагу. Но на что сцветение произошло? Грустная картина. Ну, расскажите правду. То есть из-за заморозков не заложились цветы? Ну, вопрос, мы сейчас заключаем, почему докладка произошла от цветочных почек или дифференциации. Весной было холодно. Там очень много версий, очень много причин. Сейчас разбираемся. Потому что очень сильно пострадал еще наш основной ссор мимо киндерами, который нас эти все годы тянул, пораженность, который был 20 тонн со второго полношения. Это наша была надежда. Основной ссор на протяжении 15 лет. Два года. Именно этот год. С ним случилось уже, да, в прошлом году. Потому что мы уже много очень списали. У нас всегда было 100 тонн насящий, а сейчас только 78 тонн насящий. Это еще аукается в прошлогодний год, когда под большим снежным покровом снег лег натовую землю. Да еще мы укрыли. И создалась такая, скажем так, припарка и условия для развития плесневых перегов. Я первый раз видела, что на землянике была снежная плесень. Розово-снежная плесень, которая повредила очень сильно. Просто когда сняли не укромный материал, вроде бы они там и зеленую, и все. А кустов-то только боковые розеточки зеленые, а остальных кустов-то и нет. Очень сильно было повреждение, очень сильно повладели. Мы в прошлом году очень много списали. То, что мы оставили, мы в состоянии все равно, развитие растений было не то, но все списывать не больше оставили. И в этом году самое слабое, конечно, цветение, это опять же на земле. Еще раз говорю, у нас было 60 процентов насаждения, он нас вытаскивает во всем. Более-менее приличная картина. Если на Тиндере, допустим, на кусты носа вышло только 20, там носа на Азии, там средний, два с половиной, есть даже где-то три. Но Азия – это не только урожай, это легкая ягода и металлолусская. Какие странные. Сладкая ягода, вкусная ягода, но для агрономов легкая ягода. Легкая. То есть она выжигаем по тоннам, а не по штукам. Вот это проблема. Да, поэтому, ну вот так все наложилось, но, слава богу, что пока не мудрится, не еды, не дитатура, не какие-то ревные заболевания, вроде бы все чистенько, соберем то, что есть. Ну, грустно, конечно, грустно. Мне очень нравится. Слушай, это по анекдоту, знаешь, кто как пессимист, а оптимист. Пессимист – это хорошо проинформированный оптимист. Поскольку она хорошо проинформирована, то она становится пессимистом. А мы с Зоей Ивановной всегда, я пытаюсь сегодня сказать, что «Ладно, как-то выкрутимся». Каждый год у нас, в конце концов, она говорит, нет, все, больше ягода не будет, потом никогда не достигну планы, потом план сделала, не знаю, кто-то он взялся. Да нет, это вполне хорошо. И в прошлом году я вам говорила, что провальный год будет, а это еще во время цветения, но никто не верит, говорят, что «Ладно, как-то так говорить». Ну, ну, как-то вы выкручивались. В общем, да, важно-то говорить. Каждый год какие-то свои возможности. Да, ну, всегда говоришь, что… Потому что мозг не росла. Май месяц, холод. Для роста корня нужен фосфор. Фосфор при такой низкой температуре не усваивать. И вот это все, но уже и не корневое фосфором дело. И все, хоть как-то подтянуть. Ну, вообще сидел, вообще вот сняли, погрел, она сидит, холодная, не развивается. Какое там цветение, она вообще даже лист не нарастает. Да. Зоя Ивановна, продолжая вопрос по текущей ситуации. То есть вот на 20% пришлось сократить площади насаждений, да? Еще и урожайности потеряем сколько там. А какие ваши прогнозы? 7-6 гектаров, я думаю, соберем 500-600 тонн. Это будет хорошо. То есть меньше 200 тонн гектаров с гитарой будет в этом году? Конечно, меньше. Но посчитать, я уже считала, это 8 тонн. Это будет хорошо по наличию цветоносов, по наличию ягодов. Печально достаточно. То есть у вас же обычно было от 1000 до 1000. 1000 до 200. Потому что первый год плодоношения – это 8, максимум 10 тонн. А вот самые, такое урожайное – это второй год плодоношения. А хлор у нас не имеет? Ну, вытянет. Есть там чего-то я сегодня ходила. Хлор у нас. Но наша главная задача – собрать все. Мы еще ими рассказывали, что цветет яблоко. А 6% цветоносов только доходит до яблок. 3% Или 3% Или 3% остается, да. Поэтому наша главная задача – все собрать, что есть. Потому что у нас много пропадало из-за погодных условий, из-за дождей. Помнишь, когда у нас гнило все прям? Да, заливало сколько все. Площадь не выровняет. Вот эти вот блюдцы – это все. А оно и сейчас – это вот все. За три года то где-то вымокло, то подогрело. И к третьему году уже там получается. То начинаешь заезжать с техникой. Эти клеи нарезаются. Ну, с такими площадями – это не уникально. Надо наоборот. Пол Сталинчик, а вот пришлось сократить, да, немножко площади? Ну, 20% – они выпалили. Выпалили. То есть это просто… Не сократим ничего. Но из-за такой весны, из-за у нас то вымокания, то вымерзания, то еще чего-то. То болезнь попадает непонятная какая. Поэтому мы с этим боремся постоянно. Подстраиваясь под текущую ситуацию, еще какие-то изменения пришлось внедрять в хозяйстве. Ну, вот кто-то уходил от земляники в кустарники, потому что растягивается по-другому участие рабочей силы. Кто-то менял сорта, кто-то менял технологии. Что у вас? Мы же голубику посадили, в общем, пытаемся. Да, по-пяти хектар у нас голубики, но надо учить… Нет, всего у нас сколько, так, голубики? 4,6. Ну, в общем, почти 5 хектар голубики. Ну, вот, Зоя Ивановна, тут малины экспериментирует, так-то все? Ну, малина, это у нас мы просто сделаем, заложить как маточник себе, потом, я думаю, на следующий год мы заложим своим посадочным материалом. Проблемы там тоже, еще оздоровлены посадочным материалом. По малине найти еще нам вот это проблема, потому что геденело везде серебствует, это куда не придешь в какой-то домник, это раз. Ну, а у нас нет таких планов, ну, как гектар малины, гектар жимолости, это так, это игрушки. Нет, это самое, ну, во всем мире, самое урожайное, самое, ну, приносящий, сам большой доход, ягоды – это земляная какая-то полина. Следующий зайдет голубика, потом малина, но малина очень капризна, и она все же, видимо, много ее не употребляет, она больше техническая ягода. А дальше то, что мы производили красная смородина, черная смородина, все черную смородину в рыске убрали, потому что она болеет вообще сильно. И куда ее, мы ее продали не могли, тут земляника идет, смородина, надо учесть, что у нас много профильного хозяйства, у нас еще овощи потом начинается, можно овощи отсидеть, если мы только были плодовые, ягодные, у нас же еще овощи. То есть для вас вот эти вот более поздние ягоды, они неудобны именно потому, что накладываются на овощной сезон? Нет, ну, крыжовник какой-то у нас есть. Тоже там гектар, но это все игрушки. Это все, да, это из-за директора, который представит, говорит, что это молоко-ягодное количество, а у нас нет полного набора. Она вроде как из-под палки не хочет этого делать, но земляника это главный. Но у вас же жимолость в этом году в продаже была? Есть, ну, а тоже гектар, значит, ну где-то тонны длины соберем же у нас. Ну, это все не та ягода, которая нужна, потому что самая лучшая ягода этой земли, как бы куда-то продумывается. А голубик тоже у нас достаточно удачно подносила она в прошлом году, и в этом году я думаю, что вот, все нормально. Ну, надеюсь, я так покажу. Поэтому древность, основные культуры, это земляник, как голубика, они будут развиваться, увеличиваться. Я была не в интенсивном саду подмёрзла. Ну, вот еще что. И это же опять вот эти мартовские, скажем, полночные округи, опять это плюс 15 на солнце и минус 17 ночи было. И все, подмерзание коры, камбия и желтка мы там списали, где-то около 4 гектара у нас по сортам. Новый сад, который вы посадили? Да. Ну, мы вырославли, какая-то есть? Нет, ну, тот, который сад Победы, который мы сажали, там, он, конечно, отремонтировал, а полночные чего-нибудь через фондово уже. Вот это первый его. Нет, ну, молодой сад мы... Молодой сейчас в осенью будем ремонтировать, да. У вас же, да, у вас же районированные сорта, да, то есть... Это мы с каждой группой насказываемые специалисты знаем, все же знают, что то, что ты посадил, 100% не доживает. Из того, что ты посадил, многое начинает болеть. У каждого это проблема. Но никто же после гриппа или там после простуды ребенок не... Выкидывает. Это же как дети. Поэтому мы восстанавливаем, будем следить, будем. Ну, не лучшие годы, конечно, переживаем. Каждый год что-то происходит. А даже как, опять же, это мартовское повреждение, как возле даже тесто, туи... Как это, помните, такое, чтобы было желтизна стояла вот здесь, все будет? Да, у нас... Никогда такого не было. Мы же озеленяем. Туи погибли. Туи, тесто, вот причем... Именно из-за того, что вот это солнце, а потом мороз. Да, вот это... Провоцирует, да, на рост, а потом... Убивает морозы. Но это у нас же уже повторяется, то ли второй, то ли третий год. То есть это уже такая тенденция. Ну, ожоги это всегда говорят. Я бы необычно, это наявный сказал. Март, самый страшный, это Март. Почему мы берем там и сад и все прочее, чтобы это не очень было ожога. Тут вот я с Иваном не согласился, с объяснением. У нее в семье самое страшное, то, что произошло в этом году. У нас в 78-79 году был мороз, минус 36, по-моему, да? Какой, 40, одна десятка. Да, и убило все сады. Восемьсот гектар. И она бы тогда сказала, что самое страшное, это морозы. Восемьсот гектар тогда. Восемьсот гектар сады. Ну да, мы такой большой уже уже там не сажали. Пять лет назад были такие ливни, что вода стояла, просто поле было, как будто это озеро. Но это самое страшное было, заливало. Потом были морозы. В землянике, помнишь, до Акрима, до ибря Акрима тоже. Всегда. Когда вымерзало очень много. Первый цветок обычным запорском убивался, а сейчас вот давно уже. И поэтому каждый год что-то происходит такое, что в результате она ходит чернее тучи. Я помню один случай был, это было там 10-15 лет, когда она ходила по саду. Я ее нашел, там она рыдает ходит. Ну потому что за одну ночь убило все цветоносы на яблоках и на червежни. Ну значит, помнишь, да? Ну вот и вообще не было ничего. Но после этого все восстановилось. Минус 7. Поэтому оптимисты только занимаются сельхитоистами. Пессимистам нужно делать ничего. Ну это точно. С первого же неурожайного года и все. Для вас все-таки, то есть у вас и земляника, и сады, и овощи, и молочное производство. И кормовые культуры. Кормовые культуры. А такое вот основное ударное, что, какие приоритеты вы для себя расставляете? Земляника главные, конечно. Но про молоко вы тоже очень много рассказываете. Мы действительно, ведь я всегда шутил, что когда в 2005 году я стою руководителями заведула, по всему миру работала, и мы говорили, что нам коровы для навоза, органические удавления не нужны. Потому что они производят невероятно сколько молока, главное, чтобы навоза было много, чтобы мы могли заниматься земляниками. И постепенно мы из животного острова сделали передовую отрасль, с роботизированную, со всеми, с надойми в 35 литров в день на корову. В прошлом году мы найдем почти 12 тысяч литров на корову. Это же очень хорошо показать. То есть лучший показатель Московской области. А мы, скажем так, мы, наверное, с 20-ком лучших хозяйств в России входит по набору. Так поэтому, да, наши 500 коров, всего нас тысяча строков, по голове, они, конечно, нам приносят не только на острове, но и молоко хорошее очень, качественное. Поэтому надо развивать все, что-то взять на увязниках, например, земляника, или что-то, в прошлом году очень хорошие цены были на овощи, наверное, в начале этого года. Поэтому мы надеемся на то, что у нас, если земляника, как в прошлом году, она провалилась, то в прошлом году и овощи были высокие в цене, нам это спасло. Ну, в этом году, если земляника, то мы надеемся на овощи, если не на овощи, то молоко, сыр, мы сейчас производим очень качественный сыр. Ну, в общем, давайте к землянике вернемся, как все-таки к самой любимой, наверное, да? Какие-то вновшества пришлось внедрять в хозяйстве? То есть, в этом году, да? Да нет, немного подкорректировали питание. У нас проблема сейчас находится в состоянии рейдерской атаки, поэтому деньги очень многие уходят не туда, куда нужно, а на юристов, или на выплату там, наши оппоненты еще пытаются нас разорить. Это мы выплатили только 200 миллионов налогов дополнительно, по их абсолютно недодуманным претензиям. А в результате, если мы их 200 миллионов взяли бы, послали бы на то, что мы хотели, на развитие именно на тоннели, на новейшие технологии, то, конечно, мы живем сейчас. Мы сейчас уже уживаться. Будем этим заниматься обязательно. Ну, потому что за этим будущее. Мы видим, как наши коллеги, которые не имеют опыта, неплохо в этом участвуют и даже получают прибыль. Ну, потому что все-таки понятно, что это ягода. Понимаете, тут много факторов. Ягоды, конечно, в тоннелях менее вкусные, менее душистые, но зато она более стабильная и лучше продается в сети. И если ты хочешь работать с сетями, то ты волей-неволей будешь ставить тоннели. Она говорит, ну, да, потом эти ремонтантные же сады там, растягиваешь сбор, нагрузка не такая, скажем так, на коллектив. Потому что, представляете, сейчас в 5 утра надо встать и в 10 вечера закончить, потому что у тебя сразу, там, вчера 20, ну, почти 30 тонн собрали земляники и только начало сбора. Вы же на 60 тонн, да, по-моему, выходите? Мы один год вспоминали, мы вышли на 120 тонн в день, а пик у нас обычно 80, 70, 80 тонн. Ну, это не достаточно, когда 100 гектаров. С этим надо справиться, потому что это же надо продать и все сделать. Вон Николаевич, такой кайверзный вопрос. Вы же недавно были, по-моему, в ягодной долине, которая как раз в туннелях выращивает. И говорят, вам ягода понравилась? Нет, ну, да, слушайте. Сейчас, стройки, блесные ягоды, которые мы видели, это ягода лучшая. Да, действительно, она и пахнет, и все так. Ну, ягоды понимают прекрасно, что у них сбор растягивается. С грунтовой мы ее все равно не сравнили. Потому что вот вчера мы, когда с Лупехиным и Николаевичем посидели, да, грунтовая с грунтовой можно сравнивать. Ну, какая она, блестящая, матовая, это больше пахнет получше, чем как она собрана, спелый, полуспелый. А вот все равно грунтовую ягоду с тепличной не сравнивают. То есть тепличная никогда такого вкуса не достигла. И, с другой стороны, мы понимаем, что тепличная ягода более защищена от погоды, ну, то есть атмосферной красоты от болезней, ну, определенных, она больше защищена. То есть там более стабильная работа. То есть... Ну, то есть будет больше удобно, чем... Ну, представьте, вот три дня дождей, например, если бы у нас было, или в теплицах. Ну, теплицах плевать, там есть или нет. А у нас это еще катастрофа. Поэтому тут много факторов, но все равно это не как... Индустриализация приводит к увеличению урожайности, может быть, даже к лучшему качеству с точки зрения вида, но с точки зрения вкусовых качеств. Грунтовый помидор или грунтовая земляника, она, конечно, не сравнится с этим. Понятно. Давайте немножко про сбой поговорим. Предыдущие два года Вы из-за тех ограничений, которые были введены, Вы очень сильно расширяли канал избыта. Оставляете всю гамму этих каналов на этот год? Или все-таки что-то выбралось, что-то сработало, что-то не сработало? Ничего не изменилось. По большому счету каждый год мы прекрасно понимаем, что продажи прямо от хозяйства покупателей, ну, конечно, это самое лучшее, потому что всю маршруту забираешь себе. Если ты работаешь с артовиком, ты потеряешь половину дохода. Это менее половины дохода. Поэтому все вот эти вот интернет-магазины, которые мы продолжаем развивать, все эти там попытки войти в сейки, все это, ну, скажем так, вещи, которые мы пытаемся развить, но главное для нас это продажа платочная. Поэтому он сейчас вот в Москве стоит на сегодняшний день 38 палаток, всего их будет 65, потому что сегодня там четвертый день сбора. И мы стараемся массово продать ягоду конечным покупателям. Тем более, что, вы же понимаете, мы ее там в 6 утра собрали, в 8 утра она уже продается. То есть самая свежая ягода – это ягоды из совхоза. Значит, иногда от момента сбора до момента продажи часто происходит. То есть вот привезти и все. А в этом году у вас ограничение по количеству точек не возникает? То есть с этим, по крайней мере, все хорошо? Нет, нам дали 65, пока… Ну, нет. В этом году мэрия, скажем так, достигла, по-моему, 200 неговоренностей. Они даже разрешили нам собственные палатки поставить. Что никогда не разрешили. Они же у вас и удобные, и красивые. Ну, со времен Ушкова мы не могли поставить собственные палатки. Сейчас мы поставили на сегодняшний день 28 собственных палаток. Потом они перестроили бизнес. Да, действительно, они стали ставить палатки уже такие, которые нам подходят. Они меняют дизайн палатки. Потом расположение, надо сказать, что они услышали нас тоже. И теперь разрешили непосредственно метро поставить. То есть там, где люди ходят, где удобнее людям покупать. Поэтому они молодцы. Ну, то есть в этом году все-таки с реализацией все идет достаточно молодо. Да. Ну, с областью у нас проблемы, но это… Ну, интернет-магазин влашдействует. А сетями тоже продолжаете попытки работать? Мы пытаемся. Ну, тут отдельный разговор. Потому что сетевые магазины привыкли к товару, который должен жить неделю, две и не форекс. Мы же продаем свежую ягоду, она живая. Поэтому через два дня она начинает течь, через день даже мяться и все такое. Поэтому сетевые магазины, им нужна тепличная ягода. Ягоды, которые обработаны против серой гнили. Ну, там, охлажденная быстренько, да? И поэтому тут… Это два совершенно разных бизнеса. Хоть я говорю земельнику, но одна земельника очень сильно отличается от другой. Так же, как и машина «Лада», значит, отличается от «Мерседеса». Совершенно две большие границы. Продолжая, а вы еще пробовали сбыт через точки, собственные точки торговых центров? Да. И это, по прошлому году, говорят, было очень эффективно. Не факт. Позапрошлым годом это было эффективно. А по прошлому году оказалось что-то не так. То есть люди в торговые центры не пошли? Тут есть тугая ситуация. Да. Очень много зависит от того, какое количество людей в торговом центре. И все-таки земельника, она имеет определенные… Видите, когда он в короксе, ты можешь ее положить со всеми другими продукциями, и с ней практически ничего не будет. Ну, конечно, ты ее сверху положишь. Потому что если мы ее сверху в арбуз навалишь, то, конечно, ничего не получится. Но все-таки народ идет не за одной ягодой, а за мной. И сейчас, я смотрю, в торговых центрах появляются такие точки, но там не только земляника. Там должны быть одновременно и абрикосы, и черешня, и дальше все это поступить. То есть, ну, фруктовый лоток должен быть полноценный. Да. Поэтому, опять же, вопрос цены. Ты должен так собрать цены, чтобы это было выгодно. Но все равно, тащиться еще с одним пакетом, не каждому хочется из торгового центра. Поэтому в прошлом году это у нас... То есть, позапрошлом было вроде бы неплохо. А в прошлом году мы убедились, что отсутствие людей в торговых центрах привело к тому, что это стало невыгодно. Ну, то есть, они продают столько, что только зарплаты продавщицы будут. Но есть еще трудности. Есть трудности. Ты не можешь подъехать прямо на машине туда. Тебе нужно подвезти это все на тележке, потом увезти обратно все туда. Там... Это тысяча проблем. Надо держать там грузчиков, убирать место. Не так, потому что ты палку-то закрыл, она сама все убрала. Тут нужно закончить уборщицу и что-то все. Поэтому мы считаем, что вот наша вот торговля... Кстати, мы ее тоже в Германии такая, в Берлине. Да и во всех крупных городах она наиболее привлекательна. Свежая, самая свежая ягода. На улице, рядом с метро. Когда человек идет, где метро вышел, идет домой. И по дороге он купил эту землянюку. Пришел, ее сразу съел. Если ему сильно понравилось, сказал своему там, сыну или там... Сбегать. Мужу, он говорит, ну-ка быстро принеси еще. И поэтому вот это пользуется способ. Ну или закажи 10 килограмм онлайн. Я могу показать, например, вчерашняя история. Когда нам только дали палатки, ну мы поставили свои тоже. Открыли их и сразу около палаты кочей. То есть, как только открывается палатка, запах привлекает людей. Они видят, что ягода свежая. Там, с аркуса минерейна. Достаточно известное предприятие. И сразу стоит очередь. Где вы еще видели очередь за овощами и за фруктами. Из-за земли. В общем, покупатели у вас прикормлены. Ягоду такого типа хочется есть. Она живая. Я говорю, ну что? Давайте немножко еще поговорим в общем об отрасли. Как вы видите, что у нас будет происходить с ягодной нашей отраслью, с ее развитием или не развитием? Мы сейчас сели специально. Заверанная пессимиста и оптимиста. Мы сейчас будем с ним. Я могу обсуждать. Отрасль должна, прежде всего, понять, откуда будет быть посадочный материал. Значит, не новые технологии, которые мы должны заместить. Технологию. Это капельный полив. Это средства защиты растений. Это машины и оборудование. Чтобы не уйти в прошлый век обратно на ручную посадку и на полив ДДМ или еще чем-то. И надо потом понять, для кого мы работаем. Будут ли у людей деньги? Потому что понятно, что себестоимость нашей продукции, она не будет уменьшаться. То есть цены на удобрения, средства защиты растений, цены на солярку, зарплату рабочим, все эти технологии, даже новая техника типа тракторов и всего с машин. Все это не обещают, что будет дешево. И поэтому мы будем уверены, чего это стоимость, себестоимость. А если, скажем так, не очень богатое население не сможет платить за высокую цену за ягоду, мы просто там анкротимся и для кого мы все это делаем. И поэтому вот сейчас ситуация полной неопределенности. Ну кто-нибудь там гарантировал, как когда-то Советский Совет, что доходы населения будут расти. Или, например, что цены на удобрения, солярку, ну в общем все становятся себестоимости, останутся такими же или будут расти там на 1%. Никто же ничего не гарантировал. Поэтому мы в состоянии полной неопределенности. Но я всегда говорю, что мы ничего другого не умеем. И мы будем производить то, что мы производили. Да, некоторые из наших коллег умерли, ну то есть разорились. Обанкротились, не смогли выплатить кредиты. Но тут еще вот это вот любители, чиновники, любители административного давления. Никуда ты от этого не денешься. Я вам одну историю расскажу. Он говорит, ну запретили все проверки, ну запретили, да? И вдруг приходит письмо взрослый коснодзор о том, что проверок у вас не будет, но мониторинг мы проведем. Что такое мониторинг? Это придем, посмотрим карантинные организмы в вашей земле. Мы звоним и говорим, слушайте, ну вы приходите, ну можно после земляники? Ну действительно к нам пошли навстречу, большое спасибо Антонову. Он действительно понимает, что сейчас крестьян вообще кошмарить нельзя. Но там же люди, я так и его тоже понимаю, у него подчиненные, они должны что-то делать. А у нас этих надзоров, значит, если бы был один, это бы ничего. По каждому поводу надзор. Их никто не сократил. И они есть. И они, значит, будут нас проверять. Да проверять там штрафы. Потому что если проверяющий придет без штрафа, то значит его наказан. Поэтому нас обязательно будут проверять. Количество надзорных органов у нас не уменьшилось. Государство административное давление снизило пока, но это не значит, что они будут. Надо пообещать счастливую жизнь навеки. Плюс к этому, давайте так. Кто-нибудь, кто-нибудь отменил Меркурий? Кто-нибудь отменил маркировку? Что, отменили Платон? Что? Ну вот сейчас вот послабление с навозом. Дали слава Богу, спасение большое. Приняли закон, о котором мы говорили лет, наверное, десять. О том, что надо давление на бизнес. Но мы не видим пока революции в этом смысле. Поэтому пока наши, как бы, входящие части себестоимости, они не обещают, что они будут меньше. А вот продажная цена, ну, поднять цену до реальной, то есть до которой можно там выйти. Потому что тут уже много факторов. К чему привело падение курса доллара? К тому, что лучше стало завозить турецкую зеленую. То есть мы не конкурентоспособны. Если сейчас посчитать, там, в долларах, что они сюда привозят, перевезти на рубли, ну, тут это будет. Но мы вчера с импортером беседовали и говорили, что турецкая закончилась уже. В этом плане у вас сезон хороший. Мне было бы счастье, да не счастье помогло. Потому что мы же на две недели даже больше затянули сбор, не потому что там же погодные условия. Значит, и турки сдулись. Ну, правда, говорят, сейчас европейская ведет. Через Турцию. Через Турцию везут, Грецию, все что угодно ввозят. И поэтому мы не расслабляемся. А вот хотела остановиться на вопросе себестоимости. То есть я вижу, что у вас немножко поднялась на 14% примерно цена реализации для ГТЭК. А себестоимость насколько вы... Цена по осени считает. А, то есть еще будет меняться. Мы не знаем сейчас, что будет происходить. Ну, по крайней мере, вот на начале сезона. Нет. В конце сезона мы вам скажем. Потому что тут много факторов. Ты вроде бы как начинаешь дороже продавать, но с другой стороны. А транспорт, который выждет в зону... Да, да, да. Я вот хотела бы задать. А себестоимость на сколько выросла? Не считает. Мы не можем сказать. В конце это. А, например, по средствам защиты растений. Мы на сколько дороже купили, я не замечаю. На среднем на 22%. Но вы очень заранее приобретали. Да. То есть вы еще успели... Это еще мы успели. Да. А удавление на сколько мы дороже купили? Ну, удавление там меньше. Да, там проценты, наверное, 15-19. Вот так. Ну, если мне кто-то скажет, что мы на 20% дороже продадим нашу землянку, я с ним не соглашусь. Потому что мы начинали, по-моему, в прошлом году 350 рублей. Сейчас мы начали 4. 400, да. А вот, ну, это, скажем так, может быть, у нас больше заберет вот это все. А потом мы сейчас нанимаем транспортные компании, сами вывезти не можем, а там цена выросла. Ну, они реально говорят, что бензин, не оплата, ну, что вы хотите, ребят, от нас. Поэтому и сейчас вот, как цеплят по осени считает очень, я вам скажу. Ну, как-то ваш прогноз оптимиста звучит не очень оптимистично. Я говорю о другом. О том, что мы сделаем все для того, чтобы выжить и дальше продолжить работу. Мы же не снижаем производство. Ну, если бы все погодные условия, о которых Зоя вам рассказывала, сложили на положитель, у нас было бы 1200-1300 тонн. Если бы у нас было 1200-1300 тонн, я бы сейчас не плакал. Ну, вы же понимаете. Поэтому мы сейчас до конца все посчитаем, посмотрим. Ну, а вопрос же другой. Для того, чтобы развиваться, например, в тех же... Сколько мы считали до подорожания стоит гектар этих тоннелей? Значит, нужно найти где-то деньги для инвестиций, вложить их и получить, допустим, 40 тонн с гектара. Войти в сети, стать монополистом в сетях, потому что им удобнее у нас... Человек большой, его рядом. Да. И, значит, развитие эту часть бизнеса. Конечно, там тоже много, по-другому, по-другому. Но, опять же, кто сказал, что будет гектар? Кто же не обещал, что будет гектар? Я всегда говорю, слушайте, когда вот страна приглянется к производителям, лицом, тогда мы можем говорить об импортозамещении. Потому что пока импортозамещения никакого не будет, и пока у тебя себестоимость твоей продукции будет дороже, чем в Турции. Ты никогда не сможешь с ними бороться. Но нужно сделать так, чтобы себестоимость у нас была меньше. Ну и пока у нас... И вторая часть, чтобы было богатое население. Потому что, когда люди покупают не по качеству, а по цене, то они покупают турецкую, потому что она стоит 250. А по 400, ну, слушайте, дорого. Ну, когда он начинает хрустеть, это ягоды из Турции, она как огурец хрустит, и сока нет, то он понимает, что его обманули. Ну, это примерно то же самое, что молоко натуральное, молоко из пальмового масла, что всякие суррогаты, которые продаются в виде там, ну, там, натуральных продуктов питания. Мы за натуральное и за качественное. Но это стоит всегда дороже. Нет, все будет хорошо. Зоя Ивановна, улыбнитесь. Зоя Ивановна, а ваше видение, ваш прогноз? Ну, выживем, как ягоды из Турции. Конечно, выживем, мы чувствуем, это не такое переживание. Одно, мы же знаем, что находимся в зоне рискованного садоводства. Мы же пошли на это и знаем, что может быть. Нет, а мы вообще находимся, вся Россия находится в зоне рискованного бизнеса. Потому что никто никогда не знает, что этим чиновникам придется в голову. И огромное количество технодзоров пугает. Но с другой стороны, я сижу сейчас и думаю, вот мы с вами можем рассуждать. Мы в прошлом году завезли на 750 гектар из-за границы посадочного материала. Наш посадочный материал, то есть, земельника, рассад, земельника попала в пятый пакет санкций. Как мы с этим справимся? Это дополнительные расходы. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому нам нужно что-то делать. Государственная задача, на мой взгляд, сказать, ребят, вот вам деньги, стройте быстро свою индустрию посадочного материала. Мы с вас даже налоги брать не будем. И еще помогать будем деньгами. То есть, кредиты 1% годовых, то есть, ссуды буквально. Но обеспечьте страну оздоровленным, качественным посадочным материалом. Пускай пока в натуре будет, то есть, в начале будет инфаркт, но все равно потом селекцию мы разорим. Мы же видели вот эту ситуацию, когда Польша вошла в Евросоюз. Ей дали огромное количество денег, и они посадили сады и стали монополистами с точки зрения производства яблодом. И домники заложили. Ну, и малины тоже самое. Да. Ну, и есть же такой опыт. Чего мне хватает? У нас же денег это есть. Вообще, по-моему, не проблема с деньгами. Сейчас они не знают, куда их девать. Поэтому нужно просто сказать и найти тех людей, которые могут через 3-4 года сказать, вот, пожалуйста, вам индустрию построить. Когда-то мы видели с вами индустрию продаж автомобилей. Знаете, у нас не было никогда центров дилерских. И потом огромную индустрию построили продавать автомобили. Но чуть же нет. Он говорит, нам нужно сделать такую индустрию, чтобы мы продавали саженцы, рассаду, и все остальное только с вами. Такие энтузиасты, как Пвейл, Пехин. Ну, просто нужно не дать возможности. И, как говорят, дорогу. Потому что у нас законодательство, там, шаг права, шаг поляра, смерть. И там сверху налоговое, сбоку ОБЭП, еще кто-то там сидит. А потом еще все пытаются немножко денег взять у тебя и сказать, что не дальше проходить. Значит, вот этого надо избавиться. Ну, мы же, слушайте, я думаю, что вот сейчас нам 104 года в этом году будет совхоза. Представьте, поставить задачу. К 110-летию совхоза построить специальную систему производства качественного посадочного материала. Поставить? И теплицы, которые... Вот, это история, мы с Зоей Ивановной давно живем на этом свете. В 91-м году, 1991, мы должны были закончить строительство теплицы для продажи земляники. У нас было заложено 6 гектаров, пусть их построили. Но вот этот слом, уход из Советского Союза и отсутствие финансирования, просто прекратили финансировать. Мы просто не достроили эти теплицы. А так тепличные комплексы, которые производят земляники, появились в первые дни в Голландии. А в Советском Союзе имели. Вот. И мы уже были... Кроме, капельницы. Да. Ну и там, действительно, ну такие уже на то время новейшие технологии. Вот. Да. Ну мы уже не остановились в развитии. Видите, капельный подив, и вот эта вот листовая диагностика, и новейшие сорта. Да. Ну пока они были отечественными, тоже у него мозги. Это все... Так надо сохранить предприятия. И развивать их вот такого типа. Ну в общем, в развитии не останавливаемся, идем вперед, несмотря на все невгодопогодные и непогодные. Сейчас скажу, мы потом вырежем. Ну вот смотрите. У нас, вы же видите, появляются, вспихивают и пропадают, так называемые, негодовые, да? Ну потому что их, они вроде как их сначала зажигают, власти говорят, ну вам поможем, мы сделаем вот это, ну вот это сделаем, вот так вот будет легко. А потом они сталкиваются с каждодневной работой, там, тебе место для торговли не дают. Тебя, например, начинают всякие, то тут ты не заплатил там, то тут банк прибежал, ну-ка быстро отдай кредит, у тебя там какая-то плохая ремонтская ситуация. То есть к этому население не богатеет, а беднеет, и от этого тоже страдает. И люди тухнут. Ну то есть он начал, все вроде бы началось хорошо, а потом мы смотрим, браслет пропал. Да, и пропал. Государство должно сделать такую бизнес-сильную, чтобы никто не пропал. Вот если он начал, то он должен, я читал про Канаду, там, например, если ферма разорился, то его уже банкротят и еще не продают, там ищут ему замену другого. Ну, по крайней причине люди могут, там, заболел, что-то случилось с семьей, ну, бывает так, что-то не его. Но ферма все равно будет производить эту продукцию. Никто не порежет коров, никто не отберет землю, не зарастет брия, ну, то есть главная задача государства. И они держат эту вот общую ситуацию, общее количество произведенной продукции. Мы должны достигнуть производства ягод тех, которые были в Советском Союзе. А потом увеличим каждый год, допустим, большого количества людей, которые должны благодететь, они должны покупать не просто, там, только молоко, хлеб и, там, курицу. Вселенная не была. А должны ягоды, яблоки, ну, и, в общем, все остальное. Продукты, переработки. Если мы такую задачу перед собой поставим, тем более в России много денег, мы выживем и будем, наоборот, развиваться, и все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова